Всем привет, меня зовут Ким, это специальный обзор для компании M-Video, выставка Мобильный Конгресс в Барселоне, стенд компании LG. Меньше, меньше ажиотажа, заметно меньше, чем в прошлые годы, потому что компания вроде бы хотела выпустить что-то новое, необычное, какой-то новый смартфон, потом такие... Нет, все, будем делать по-новой. Говорят, такая легенда, ну ждем что-то новое. Здесь они привезли обновленный аппарат, он называется LG V30S Think. Think означает умный, искусственный интеллект. Здесь две системы искусственного интеллекта, первая связанная с голосом, вторая с поведением пользователя. В первом и втором случае система, вот этот элемент искусственного интеллекта, они предугадывают поведение пользователя и дополняют картину и поиска его, и речевого взаимодействия со смартфоном, допустим, с голосовым поиском Google. И вроде как, ну вот это все-таки общие черты, я, конечно, прекрасно вас понимаю. Надо посмотреть, как это все живьем действует, хотя бы там пару недель попользоваться, тогда будет более-менее понятно, о чем LG, что они имеют в виду. Но сам смартфон, как вы знаете, есть LG V30, он классный. Ну вот он, правда, качественный, отличный аппарат. Есть разные цвета, начнем с корпуса. Серебристый, вот такой вот синеватый. Оба глянцевые, да, отпечатки пальцев на нем, как видите, видны. Здоровенные глазки камеры. Камера здесь широкий угол, вот я фанат просто широкого угла, пользуюсь самым вторым телефоном LG G6. Да, там широкий угол, это супер. Сканер почетков пальцев совмещен с кнопкой включения, Bang & Olufsen звук. Две сим-карты поддерживаются, USB Type-C снизу, динамики и клавиши громкости. Яркий экран. Естественно, тут топовые характеристики. 6 дюймов, Quad HD 18 на 9, OLED Full Vision. 2880 на 1440 пикселей. Камер 3, как я уже сказал, одна сдвоенная. 16 мегапикселей плюс 13 мегапикселей, одна широкоугольная. И это классная, правда, вещь, если не пробовали, попробуйте обязательно когда-нибудь. Фронтальная камера 5 мегапикселей, начинка топовая. Ну, не самая, но прям почти-почти. Snapdragon 835, этот процессор еще вот только-только, в принципе, недавно был представлен. Смартфон очень легкий, тут 158 граммов он весит, 7,3 мм толщина корпуса и 6 дюймов экран. И он просто невесомый. Для такой начинки, для такого аккумулятора, а емкость аккумулятора здесь 3300 мАч, это классно. Но он обновился только по части софта, по части вот умных вот этих разных штучек. Насколько они будут интересны вам, электричные. Но топовая начинка, как, собственно, V30, она здесь же есть, и впечатления от него самые положительные. 6 гигабайт оперативки, 128 встроенной памяти, microSD до 2 терабайта, защита по стандарту IP68 от пыли, влаги и так далее. И отличный звук Bang & Dollison. Цены, все вы, я думаю, знаете, но на Think, кстати, на V30S не сказали прям еще пока что точно российские цены. Будем надеяться, что они не сильно будут отличаться. Но интересные. Цвета классные, весит немного, начинка отличная. И в целом отличное впечатление флагманское он, конечно же, производит. Так что LG выступает на выставке мощно, но продукты такие спокойные. Дождемся чего-то такого этакого. Мы надеемся, что они все-таки его скоро сделают. И все такие прям сразу... Вау! Специальный обзор для компании M-Video с выставки МВЦ Барселон. М-Видео. На мне все равно. М-Видео. Продолжение следует...